Всем привет! Наконец-то я получила уже 27 номер Моя страна, собери карту России Получила очень много всего Сам журнал, элемент карты, основа, пазл, часть карты, элементы крепления и наклейки Давайте ознакомимся вкратце с содержанием, потом все остальное посмотрим поближе Дива Дивная, Линкар 12, Апостолов, Россия, Краснодар и Краснодарский край, чудеса природы, Азовское море На развороте мы с вами видим, что будет уже в 28 номере Это у нас будет вот такой журнал и фигурка скульптуры «Родина, мать зовет» с подставкой Россия, история современности, речь идет о Краснодаре и Краснодарском крае Это край жаркого лета и мягкой зимы, теплых морей, плодородных земель и восхитительных высоких гор Именем главной реки края Кубани называют и весь Краснодарский край Кавказ – это довольно молодые высокие горы, которые тянутся от Черного моря до Каспийского Гора Эльбрус – самая высокая в России и Европе Считается, что Кавказские горы – это граница между Европой и Азией Освоить или завоевать эти земли стремились Древняя Греция и Рим, Персия, Турция Сегодня на Кавказе расположены территории России, Азербайджана, Армении, Абхазии, Грузии и Южной Осетии В журнале мы с вами видим описание наклеек флаг Азербайджана, флаг Южной Осетии, флаг Абхазии И вот этот вот значок – краснознаменный Черноморский флот В 1783 году для защиты страны на Черном море по указу императрицы Екатерины II был основан Черноморский флот Штабом стал город Севастополь на полуострове Крым Сегодня кроме него есть еще три пункта, где базируются корабли Один из них – Новороссийск, находится в Краснодарском крае А вот это – бескрайние поля Кубани Очень много черноземов Берег Абрау – самого большого пресноводного озера Краснодарского края А вот так выглядят на Кавказе местные жители на параде в Краснодаре Также можно встретить вот такой памятник Это памятник императрице Екатерины II на центральной улице Краснодара Красный Какой необычный красивый памятник Еще один флаг – флаг Казахстана с описанием Река Кубань с юга и юга запада как будто обнимает Краснодар Секрет из отчества – краснодарский модерн В Краснодаре есть несколько удивительных строений Они разные, но относятся к одному стилю – модерн Все они стали украшением города и у каждого своя интересная история В центре Краснодара на пересечении улиц Красной и Бабушкино стоит Александровская триумфальная арка из красного кирпича Вот она Подробно интересная история описана в самом журнале Но мы останавливаться не будем, потому что это займет много времени Можно также встретить вот такое красивое здание Стены отделаны зеленой керамической плиткой, которая сверкает на солнце Очень красиво А вот это Краснодарский краеведческий музей Бывший особняк Шарданова Чудеса природы Азовское море Омывающие с севера-запада Краснодарский край Азовское море – самое маленькое море нашей страны И одно из самых маленьких в мире Пляж из ракушечника по-особому шелестит под легким накатом волн На островке Птичьем вблизи Ейской косы гнездятся чайки, бакланы и кудрявые пеликаны Как много здесь птиц Также в море можно увидеть вот таких интересных красивых существ Гребневики, мнемиапсисы могут светиться в темноте Также в Азовском море обитает очень много разнообразной рыбы Которую кочуют из Азовского моря в Черное море и обратно У Азовки, в отличие от дельфинов, нет клюва А лоб покатый Но очень похож на дельфина Дива дивная Линкар – 12 апостолов Линкар – это линейный корабль Название линейные такие корабли получили потому, что в бою Они выстраивались в одну линию бортом к противнику На этой картинке смотрите На картине Ивана Айвазовского Смотр Черноморского флота В 1849 году Первый корабль 12 апостолов Бомбические пушки Впервые на российском корабле установили 38 пушек Попадая в корабль, врага, они раскрывались и начинался пожар Для деревянных кораблей это был смертельно Ядра достигали цели на расстоянии 1830 метров Иван Айвазовский не раз изображал этот удивительный корабль на своих картинах А вот это памятник затопленным русским кораблям в Севастополе Народы России Адыге Адыге большой народ С давних времен живущий на Кавказе Посмотрите какие у них очень красивые национальные костюмы Халюш Это пирожки с адыгейским сыром Традиционное блюдо Ну и много там интересного Не будем останавливаться на этом Здесь мы с вами видим подробное описание сборки карты Значит вот сюда у нас смотрите Крепится часть карты продолжения основы Так стрелочка у нас указана куда нужно крепить пазл Так здесь у нас мы видим стрелочками также подробно показано куда нужно наклеечки клеить И вот здесь на этой картинке мы с вами видим как уже выглядит карта С сегодняшним номером Она уже довольно большая получается карта Но я пока что карту не собираю на стене Хочу собрать полностью все детали Пока мы смотрим Собираем частями на полу Она уже довольно большая Вот Ну Потом уже с детьми как соберем все будем вместе крепить Здесь мы видим с вами разные задания С подсказками Ну давайте теперь посмотрим все остальное поближе Вот они у нас наклеечки Наклейки мы с вами видели описание в журнале Так это у нас двухсторонние такие самоклеящиеся элемент крепления Который вот сюда вот вставляется в кружки Вот такие пластмассовые элементы тоже для крепления Вот они две палочки там Так Значит Это у нас пазл Посмотрите Тут мы видим с вами как раз Азовское море Черное море Кавказ Ростов-на-Дону Волгоград И все остальное Как видите очень много мест для наклеек Игрушек Так И вот Часть у нас Карты Основа карты Она очень плотная Так И посмотрите Она занимает почти весь стол Хотя это всего лишь Часть Вот сюда у нас вставляется Пазл Прикрепляется она вот такими кружочками Самоклеящимися двухсторонними Вот этими наклейками Так Ну вот так вот У нас это должно выглядеть Ну вот и все ребята Всем спасибо за внимание Ждем Следующий выпуск И будем С нетерпением Ждать Когда уже все это мы соберем И прикрепим На стену А вам желаю Всего хорошего И хорошего настроения Пока-пока